салют друзья я собрал для вас четкий выпуск весь самый свежачок все интересно и по теме но самое главное без фантазии и от себя чины ну а вы в качестве поддержки ставьте лайки и любой комментарий для продвижения ну а вам же приятного просмотра ну и переходим к одному из ярких представителей и си израилю адесанию который дал предварительное согласие на бой с дреку сам дюпле си на и все 300 об этом сообщил менеджер дюпле си даниэл рубинштейн честно говоря он бы не вызвал изи если бы изи был не готов поэтому я позвонил менеджеру изи и спросил будет ли он готов драться на и все 300 если дреку сбросить ему вызов потому что я не хотел чтобы парень лаял на не то дерево впоследствии получив утвердительный ответ что это возможно но и несмотря на эти все разговоры хамзат чимаев может стать соперником израиля адесания и об этом сообщает тренер изи майк ангов тренер сообщает что поединок изи возможен как дюпле си и со стриклендом также и с хамзатом чимаевым и это наиболее очевидные варианты которые лежат на столе но решать будет юфси джастин гиджи утверждает что обойдет оливейру и царукяна и будет драться с махачевым гиджи сообщает что когда был анонс поединка оливейра и царукяна джастин был уверен что станет претендентом на титул чемпиона с исламом махачевым но поскольку ислам выбыл до июня или июля теперь у всех появляется шанс стать претендентом включая и майса хоуэ но тем не менее джастин собирается обойти их всех и следующим драться с исламом и двигаем к следующему икону российского мма федора емеляненко поймали на лжи спортивный обозреватель чесанга малата вопреки сообщениям федора заявляет что железный майк тайсон не ведет переговоры о матче по боксу с емеляненко саудовской аравии представители железного майка сказали что это ложь майк тайсон не говорил об этом ни с кем из своего лагеря он не заинтересован в поединке с емеляненко не сейчас не в будущем ну а далее все фанаты знают фергюсона его характер дух и волю и очередное послание лишь подтверждает это стало известно что тони фергюсон перед поединком с пимблетом получил серьезную травму однако все тщательно скрывалась чтобы поединок состоялся за две недели до дня благодарения я облажался во время тренировки порвал внутреннюю боковую связку колена никому не сказал об этом и не вспоминал до окончания боя тренировался как никто другой а это дерьмо не слабо болела за три недели до поединка примерно 25 ноября я сказал ребятам из своей команды что ничего не изменилось но недавно я позаботился о своей ноге перенес очередную операцию после операции на локте я решил залечить все сразу с этим покончено и я могу заняться тем что умею лучше всего сообщил обнадеживающий фергюсон в сетях но тем временем звездного ирландца конора макгрегора можно поздравить с дебютом в кино официальный трейлер фильма уже в сетях ну а также стоит отметить что конор макгрегор объявил об участии в турнире и и все 300 коротким посланием макгрегор и все 300 вопрос решен написал ирландский боец в соцсети данное сообщение не оставило без внимания майкла чендлера который все еще надеется встретиться в поединке со звездой мирового ммэй который написал я принимаю скоро увидимся и и все 300 написал чендлер в ответе ну и глобальному атлетическая комиссия наводит жути правила ммэй ждут существенные изменения в ближайшее время ассоциация атлетической комиссии по боксу и ммэй рассмотрит вопрос о том чтобы признать приземленным бойцом того кто опирается на канвас любой частью тела кроме ступней или кистей иным словом касаться ладонью канваса будет недостаточно и соперника можно будет бить ногой или коленом в голову если он не касается канваса локтем коленом или любой другой частью тела для примера если данное изменение одобрят в действие британца арнольда аллена который неделю назад нанес россиянину мафсару явлоеву 4 запрещенных удара коленом в голову будут считаться законными кроме того планируется отметить запрет на так называемые удары локтями 12 на 6 которые в свое время стали причиной единственного поражения джона джонса по словам главы атлетической комиссии штата калифорния энди фостера который также возглавляет комитет по правилам в ассоциации комиссии данный вопрос будет вынесен на голосование в текущем году ну и переходим к следующему топов и средневест уэсси бросил вызов хамзату чимаева об этом боец сообщил в интервью джаред канонир сообщает что не прочь принять участие в юбилейном турнире си 300 и разделить октагон с хамзатом чимаевым но и в завершении мира бадвалишвили ограбили об этом рассказал сам боец ваш дом должен быть безопасным местом вчера вечером я не запер двери своего автомобиля и какие-то неудачники проверяли двери машин в моем районе они украли мой бумажник затем вернулись чтобы попытаться угнать машину но мой сосед накричал на них и они убежали как сучки люди из вегаса если вы узнали кого-нибудь на этих фотографиях или видео дайте мне знать я пойду к ним домой и разберусь но карма их настигнет если я ее не опережу ну и на этом друзья я заканчиваю данный выпуск но вы комментируете новости из ролика кто еще не подписан подписывайтесь на кидайте своих чемпионских лайков но и услышимся в следующих роликах всем мирного неба добра пока пока